И всем привет, ребята, с вами Стропаник, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня у нас на обзоре пушка, которая подверглась изменениям в балансе в лучшую сторону, а именно пушка Vulkan, и корпус Crusader, который на сегодняшний день также был апнут, и его скорость набора овердрайва стала еще меньше. Сегодня мы, надеюсь, сумеем реализовать эту замечательную комбинацию, но вы не забывайте, конечно же, поддерживать данный видос лайком, подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Очень большое количество разных вооружений у нас изменилось в мете, что дает нам поводы для записи интересных видосов. И тестим, тестим интересные комбины, возможно, ищем новую также имбу. По дрону мы сегодня будем использовать, конечно же, Гипериона, и по устройству на Вулкан это будет, конечно же, Адреналин. Для ховертанка это лучший дрон, который может быть практически в два или в полтора, в полтора, мне кажется, в полтора раза стал быстрее наносить урон Вулкан. То есть ДПМ пушки увеличился. Насколько жестко это будет чувствоваться, прямо сейчас мы вместе с вами посмотрим, потестируем. Плюс посмотрим, насколько быстро будут у нас появляться сосулички, и насколько жестко все это дело можно будет реализовывать. Нас закидывает на Джаггернаута. Супер режим, конечно же, в котором можно будет пробовать все это дело реализовать. Ну и смотрим, смотрим, как быстро будут улетать танки противника. Резистов от Вулкана я думаю, что сейчас не будет, и мы спокойно можем кайфовать и бить противника по безрезу. Ну и насколько это будет актуально, я честно не знаю. Но будем надеяться, что сейчас прям жаришка-жаришка пойдет конкретно. На Вулкане, честно, уже не играл довольно длительный период времени, поэтому для меня лично это возвращение старой меты, старой кнопка зажиматора старого кирпича, кирпичной кладки, даже я бы сказал, наверное, так. То есть мы просто ложим кирпич на пробел и начинаем наваливать. Ну, в нашем случае сейчас, конечно, это не пробел, а как раз-таки левая кнопка мыши, но суть не меняется от слова совсем. Мы просто зажимаем кнопочку и начинаем дамажить люто противника. Насколько сильно это все дело у нас уже получается? За полторы минуты у нас появляется новый овердрайв, что является крайне-крайне быстрым набором оверки. Ну и сразу, я думаю, что можно втушить как раз-таки Ареса, по шафту можно сбить и прицела. Гиперион идеально сочетается с этой комбиной, в упоре пытается по мне свестись Джаггернаут, ну и понятное дело, что в упоре он по себе тоже очень не кисло накидывает. За 2 минуты 300 очков, офигеть, неплохо, очень неплохо. По Джаггернауту, конечно, не очень сильно, наверное, будет понятно, насколько актуально это вооружение, поэтому если сейчас у нас будет быстрая досрочка, то мы еще одну каточку сыграем. Но пока, по ощущениям, наваливает не кисло. Наваливает не кисло. Единственное, надо посмотреть, как оно будет наваливать не только в Джаггере, да, но и в других режимах. Но пока выглядит неплохо, Гиперион идеально сочетается с этой комбинацией, за счет того, что как раз-таки у вас есть возможность постоянной накидки урона с расходниками. Если вы долго живете, то вы как раз-таки за счет этой постоянной расходки выезжаете вперед и нагибаете. Так, 8 киллов у меня пока что так и сохранилось. Меня дает Джаггернаута. Давайте попробуем запушить. В принципе, за счет страйфов тоже Крусайдер очень круто себя может показывать. Отличная сводка залетает по Джаггеру первый раз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бах ты мой. Но только я мог упасть в минус в такой ситуации. Ну, по Джаггеру урончик все равно не кислый залетел. Может быть, все-таки перевернусь? Или не перевернусь? Нет, скорее всего нет. Наш тиммейт пытается мне подсаппортить. Но, к сожалению, здесь бесшансовая. Но главное, Джаггера слили. Все остальное, в принципе, по большому счету пофиг. Так, 5-4 мы ведем. Было бы неплохо сейчас быстренько втушить. Сосулечка купится быстро. Это всегда плюс. Это всегда крутяк. То есть возможность наноса 4000 урона прямым попаданием. Плюс по 1000 еще пробитием и заморозкой можно закинуть домашки. Но самое главное, это, конечно же, то, что можно еще этой сосуле откинуть так же гернал. То, что его самоуничтожит. Эта вещь тоже очень такая коварная и противная. И не все этой вещью пользуются. Но иногда она очень и очень эффективно работает. Так, ну что я могу сказать? Начало катки было шикарное. А вот сейчас что-то я уже не вижу такого прям жесткого доминирования. Как только я начал улетать на респ, как будто мой вулкан начал выключаться. То есть как только я перестаю жить, что гиперион, что мой вулкан в целом уже не является столь жестким и столь нагибаторским с точки зрения набора очков. А мы все-таки акцентируем внимание как раз таки на набор очков и на киллы. Сейчас у меня уже будет новая звонка. 306-я легенда уже, нифига себе. Так, по мне Гаусс еще успевает свестись. 6-6 счет. 100% здесь будет досрочка. Надеюсь, что эта досрочка будет в нашу пользу. Но у нас Джиггернаут не живет, по ощущениям. Пробуем выпушить противника. Пробуем влететь с сосулечкой в движение. Отлично. Ну вот, о чем я и говорил. Смыч тоже, вы видите, Джиггернаута. Вот вам и плюсы. Как раз таки сосули Джиггернаута. Джиггернаута, то что за счет того, что она сильно откидывает, античист система считает, что это неадекватное поведение корпуса и суничтожает танк противника. Но в моем случае это, конечно, всегда работает в плюс. За исключением того, только что я не набираю очки дополнительные. Ну а так, в целом, нормуль фича. Также не забываем то, что на Вулкане очень выгодно. Можно наносить урон сначала по одному танку, потом по второму, по третьему. И даже не убивая эти танки, просто нанося по минимальному количеству урона, можно дополнительно очень некисло получать очки. Ну и вот с тем, какие есть лайфхаки, как раз таки у этой сосули, также есть и минусы, когда сосули через труп не залетают по противнику, она просто как будто испаряется. Но Джиггернаут здесь улетает 100% на резк. Я его еще и минкой сливаю, и каточку мы выигрываем. В целом, пока что ничего абсолютно непонятно, поэтому мы пикаем еще одну катку. И желательно, чтобы эта катка была не Джиггернаут. Мне бы хотелось просто попасть в обычный дефолтный бой. Ну ладно, давайте будем считать, что это дефолтный бой. Будем считать, что это дефолтный бой. Будем пробовать реализовывать нашу замечательную комбинацию. Пушим ближе к респу противника. Ну и там уже начинаем сладко накидывать. Начинаем пробовать набирать очки. И плюс играть под захват точек, потому что здесь, на этой карте, на шоссе, в контроле точек, как раз-таки очень многое решает контроль низа. И мы по этому низу, я думаю, что сейчас как раз-таки и будем постоянно перемещаться, контролировать точки и пробовать нагибулить противничка. Плюс попутно хотелось бы, конечно, наносить урон по всем. Как можно больше танкам. То есть вот так вот даже чуть-чуть куда-то размансовывать, чтобы урончик залетал по разным противникам. Хоть пусть там 50 урона залетает, но главное, чтобы что-то залетало. Чтобы я, если что, дополнительные очки за нанос урона по противнику получал. Это очень немаловажный фактор правильной и грамотной игры на вулкане. Звук, конечно, такой прям супер бесячий, от которого я, если честно, уже отвык немножко. По урону скажу, что, ну, по сравнению с устройствами донатными, да, к которым я сейчас уже, наверное, очень сильно привык, да, я скажу, что урона, ну, не так прям супер много, да. Не супер много урона. Но в целом неплохо, да. То есть видно, что вулкан точно лучше, да, того, что было. И вот этот вот ап, он ощущается. Но, как будто, знаете что, у меня есть ощущение, что если взять резист, да, то вулкан будет прям супер слабый, да. То есть по безрезу, да, с кайфом все набирается, все четко, все красиво. Но как только будет появляться резисты, мне что-то подсказывает, что игра на нем будет уже совсем-совсем другая. По безрезу, да, с кайфом неплохо летит. Можно набирать очки, можно наберем сегодня. Но это так, лично мои первые ощущения от нового вулкана. Сейчас мы сыграем полностью бой, может быть что-то поменяется. Посмотрим вообще на количество набранных киллов на этом вулканчике. И на набранное количество очков. Очков саппорта, очков не уничтоженных танков, а просто помощи. Все это дело в совокупности покажет нам актуальность вулкана на сегодняшний день. И является ли он метовым для того, чтобы на нем играть. Тяжело, конечно, одевать вулкан после того, как ты играл на Скорпионе, на Громе на Дальность, на Вакуумке, на Рикошете с Гелиусом, да. С тем учетом, с какой скоростью там можно было уничтожать противника и насколько жестко можно было ваншотать, да. После этого вулкан кажется чем-то абсолютно другим, да. Ты как будто на другом уровне уже каком-то играешь. Но к этому вооружению больше нужно подстроиться грамотно, да. То есть вот сейчас видели, как я по троим танкам нанес чуть-чуть урона, да. Но в сумме я получил за них очков столько же, сколько бы получил бы за полтора уничтоженных танков, да. Вы понимаете, что это все равно супер плюсово и супер имбово с точки зрения именно набора очков, да. Хоть ты там даешь мало очень урончика, но это все равно тебе очень выгодно играть в плюс. Я очень сильно надеюсь, конечно же, что эти все танки еще и кто-то слил, по которым я наносил урон, а не они просто дальше поехали. Так, отжимаем кнопку на всякий случай, потому что раньше, по крайней мере, на таких подобных лагах происходили как раз-таки вылеты. И сейчас ничего абсолютно не поменялось. Вот сколько прошло времени, когда я последний раз играл на вулкане? Ну, наверное... Ну, наверное, месяца 3-4, может даже полгода прошло. Я не знаю, когда я записывал последний видос с вулканом, но, видите, все баги, все ошибки, все, все в том же самом месте, все так же самое, ничего абсолютно не поменялось. Но урон в секунду зато поменялся в лучшую сторону. Так, закинул у нас 10 минут до конца, и по точкам мы идем на хорошую досрочку, на прям сладкую досрочку. Поэтому я, если что, пробую играть ближе к базе. Овердрайв у Круссайдера купится очень быстро. Это не может не радовать. Это очень круто. Блин, ну я даже чуть-чуть урона... О, 2-2 урон на место, хорошо. На расстоянии вулкан все так же очень тяжел. И нелегко абсолютно наносить урон. Но вы видите, да, васпик с резистом и все. И я уже тоже на совсем другом уровне становлюсь. Дистанцию, конечно, постоянно надо сближать, чтобы наносить урон. Ну, такая вот игра прослоечками, аккуратненьким дополнительным наносиком. И то, что сейчас по 7 опыта дают за каждый нанесенный урон по противнику, и если его кто-то уничтожает, да, не вы, это, конечно, супер круто. Это прям безумно круто. Ты можешь дополнительно очень неплохое количество очков формить за счет своей реализации. 15 на 3 мы идем. Ну, неплохо. Очень неплохо. Очень неплохо. Очень неплохо. Так, Титанчик Купол прожмет, не прожмет. Даже если он захотел бы нажать, у него бы ничего не получилось. Ну, он был близок, если честно, там уже бы еще бы одна секунда, и как раз таки бы его угрод драйв прожался. Так, пробуем нанести урон. Сейчас так, по двум танкам есть, по трем танкам есть, по четырем танкам есть. Разворотика 5 танков, 6 танков, 7 танков. По 7 танкам я нанес урон. В сумме за эти 7 танков я уже получаю плюс 50 опыта. То есть, вот вы буквально там за 3 секунды, да, плюс 50 опыта просто себе можете сделать. Ну, а не 3, там, 5-7 секунд, да. Если все эти танки уничтожат потом, вы за них получите дополнительно по 7 очков за каждого. И это, конечно, супер-супер выгодная темка. Именно так я считаю, что нужно играть на сегодняшний день на вулкане. То есть, ваша задача накотать как можно больше танков, чтобы потом с них всех забрать дополнительные сливочки. Но это работает очень эффективно, если как раз-таки от вас есть резист. В целом, что я могу сказать? Извинения чувствуются, вулкан стал лучше. Насколько лучше, мне лично, ну, наверное, по этим двум боям сложно сказать. Будет ли он метовым? Большой вопрос. Он хорош, на нем можно поиграть. Можно реализовать вот эту вот замечательную комбинацию в виде Крусейдера. Вулкана. Но жестче ли, например, это сочетание условных устройств по типу Роя, по типу Грома с вакуумными снарядами, Рикошета Гелиуса, не знаю, спорно. По безрезу шикарно заходит этот вулкан. Против резистов уже появляются сложности и уже появляются вопросы с возможностью реализации этой замечательной пушкой. А что вы думаете по поводу улкана? Если вы играли на нем, то обязательно напишите свое мнение в комментариях под этим видеороликом. Ну а я скажу, что против безреза я лично буду в голове у себя держать эту комбинацию. И буду тестировать, буду рассматривать ее дальше. Поддерживайте данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунте кемо личный тег от Атек ТМП. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч тангоинов. Все информации по розыгрышу есть в описании. И у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.